о котя пришел пришел серенький вот никита вам дали мы ему поручение он согласился мордушку ставить и проще так какой листик давали ты прошлый раз не коньяк это принеси мне его противень на которой вот это сказал высушить и посмотреть еще будет потому что вот это красная покажи точно это жир гальяний а это усыхает ничего нет вот я тебе дал вот володя топит голландку покажи вот она ее не берем ничего это нам не нужно здесь степи находимся вот она или я сказал вот духовка поставить ее в духовку вот духовка закрыть она высохнет и посмотрим что будет а то когда было не может 5 назад не 5 назад ну сидим я вот здесь сижу никита стоит здесь я положил на белую бумагу ты чистил я показывал как тебе чистить все я успокоился сегодня перехожу покажи как высохла а володя мне еще володя отвечаешь что выбросили а выбросили почему выбросили потому что пахнуть стала как она может пахнуть когда в духовке высохла ну потому что не там стояла не там стояла никита рядом стоит электрическая не топится она ты куда поставил покажи подними как ты делал дальше бери я тебе сказал поставь духовку ты куда пошел в духовка вот вот печка топится это духовка мертвая он него поставил и все на это дна дальше у него ни одна молекула не движется пять дней и она там конечно мокрая заводить там черви что угодно почему-то я не вспомнил даже не посмотрел вспомнил там на следующий день или через день вспомнил еще дальше ну он уже квасом пахнуть начало но начала пахнуть но я так каждый день здесь дальше ты хоть как-то оповестил об этом или счет и выпарил то ну пахнет дальше то еще я сижу рядом я тебе дал какое поручение то попросил но она пахнет уже два-три дня вот такая мокрота лежит дальше то еще ты посмотрел еще все выкинули вот он упахнет начало но меня то почему ты не оповестил что я тебе дал дурное указание ставить духовку и сказал ничего не получилось ну как думал вы забудете надо будет то есть он надеялся что я буду такой как ты да забуду и тебе глупых поручений не буду давать но ты видел что она не включается мы топим дровами вот это зачем ты туда поставил то я думал что но не в жару там высыхает хорошо зачем тебе думать я просил тебе не думать но и духовку вот еще раз говорю я просил тебя многократно не думать потому что у тебя там сидит какой-то особой хитрости демон в башке чтобы не сказал говорю подавай сюда ты давишь туда вот даже на работе я говорю дави стол под себя мы ставим награду ты его тянешь на себя я говорю туда туда ты сюда сюда то есть ни одного показа все время нашего знакомства дело не было что ты его стал делать так пока не говорю бывает ошибаешься и до 10 на 10 ошибок хотя бы один раз правильно но когда я сказал вот сюда поставь ты обязательно пошел туда ты сам задумайся еще такое ну ладно это или не ладно но не маленький ребенок этого не сделает как так можно жить что совершенно к жизни не приспособленной как будто ты в два часа ночи родился в пять часов утра умер еще придираюсь к тебе и лечу на работе вчера было сколько где-то держи топор с этой стороны ставишь с этой я уж не говорю там гвоздь забить или как-то его гвоздя не видал молоток не знаешь с нуля все начинаем то и вот священники тебя зовут семинарию поезжай поезжай остатки добить надо все таки они тебя заставят вчера же не говорится блевотиной давицы они ничем не занимаются вы не увидите чтобы они это получали чего то он сидел-то оделся как щучело огородное он не достоин носить одежду до 13 30 лет рукоположенный и он буйствует сегодня тут один такой есть ядовитый на моря сова нарвался он вылавливает как волк лютый где кто с игнать обзнается и гнать и в прелести и гнать и то но прелесть успокойся ты же в алтаре руки поднимаешь то переполнены ядом а то враги православия вторглись православия люди это определяет не по учению у нас а по жизни не с чем сравнивать не с сектантами не с мусульманами не с кем да кто это своих уничтожает вот он посмотрел тот кто он там человек или демон в рясе у нас митрополит четвертый раз притом до него епископ также у нас служил еретики но он совершенно безумный полностью человек который так будет говорить я у него причащаюсь он просит сказать проповедь я говорю проповедь а он не с места не избегается то есть абсолютно беспокаянный поп абсолютно я громко говорю потому что плохо слышу вот смотри еще хотел сказать вот поставь сюда духовку почему ты не поставила сюда чтобы она высохла я же говорю то что вот эту духовку но она не работает ну мертвая зачем разокрыл то туда хорошо ты знаешь что такая сверость этой кишки и про просто объяснил почему я это за объяснил но дальше как ты будешь делать ну ты мог догадаться что сырое запечатанное там она только портится будет что в человеке около 300 разных гельминтов червей живет которые разлагают его тело при нужной температуре могильные черви вот еще ожидал то полос поставил туда еще думал получится я ж такое ни разу не делал думал что то то выйдет с ним вот вот понимаете от кишки поставить закрыть еще то выйдет а что там выйдет думал то что один мужик плохо живет а другой решил посмеяться и говорить я тебя научу золото выпаривать ты дерьма кушу набери полный кувшин и на печь поставь сперху русской печи там тепло и шубой закрой чтоб все тепло было еще золото выпарится золото но одно условие когда будешь закрывать шубой только шубой не думай про шкуру белого медведя он только начал думать как бы мне не думать о ее я подумал в дерьмо вышел завтра говорит жена береги завтра в 1 в 1 горшок оправимся ребятишек всех собрал как только ставить он про белого медведя у тебя вот это вот белый медведь твое думал это твой белый медведь я тебя прошу не думать думать не надо я подал молоток подал молоток грубей гвоздь а ты бьешь в землю ну еще думать то тут зачем бьешь а тут комок да какое отношение имеет комок гвоздю совершенно вот так ну поставь пожалуйста поставь не входит так так не входит не входит на золото же видать что не входит но еще дальше снова будет так и к подожди это как он поставит можно так поставить так подачу сейчас опрокинет туда как в воздухе не висит можно что не грязно ну так одолел одолел сколько радости у него это уже шаг вперед ты понял что на воздухе не висит не висит дальше делал делал кошки ящичек но дальше ты не убираешь сделал маленький земли там еще меньше чтоб до краев не убрасывал и он не стал ходить ящика прям рядом пол то земляной володя увидел схватил совок из под тобой там и сразу убрал твоего это твое дерьмо почему ты не наклонился не убрал ты знаешь как у него начинает жернова ворочаться как у быка на плотине ну почему почему он первый потому что сделал но почему-то первый ты из палатки первый везде на кухне первый на работе первый и даже убрать после кошки вон первый а почему ты не первый но он убрал дальше то что я говорю я тебе сказал следи теперь за этим что насыпано или сюда земля землю эту он же лапами разгребает и там мокро он не будет она чисто плотная он лапой утирается лапа будет у него в моче и что испражнение я сказал меня тем более у нас здесь есть где взять немножко сухой а это выбросить ты хоть раз очистил это нет нет ты кошек держал хоть раз собак коров ну тем более коров конечно овечек лошадей никакой голубей ничего то вот понимаете нету и вот в таких цепляются эти священники в священники его священники в семинарию его надо в алексеевский монастырь так эти попыток хуже его хуже несравненно потому что этот один ну проквасил кишки выбросили эти квасит приходы целые им энергетика нужна от храма от икон они помешались на этом я тебе сказал и заметь что он вытворяет дальше ты берешь ящик где я сейчас прихожу ход пришел где ящик ты мне еще отвечаешь слушаться а я говорю а где слушаться одним словом краткий такой он спокойно не то что раздражительный там и гнать и и вливый и где же он сушится у тебя в духовке нет а где вот здесь под березкой там где навесик для шарика вот там он постоит ну то есть на улице на улице а ты знаешь что на улице идет все время мороз эти дни мелкий дождь идет влажность какая температура на на улице нужно 90 90 100 100 вода не может иметь влажность 99 только 100 и всю неделю сто процентов влажности и ты вытащил на улицу и она будет сушиться ты не знал что при такой температуре не сушится тем более под слоем земли даже на солнце это надо было бы сушить неделю без земли земли отсыпал и он как бы запахов постарался от запахов да как он пойдет когда здесь ни ящика не земли нет у тебя пришел вот я первым делом стунулся то есть мне дело до этого как теперь он куда ходить должен сегодня он уже сходил здесь опять на пол почему потому что ты за ним ухаживаешь праведник милует скоты ты к числу праведников не относишься только на основании этого согласен почему ты не насыпал немножко земельки там вот у нас авиа овощной это сказать вещевой склад лопаткой на насыпал газеткой сначала сети застелил у тебя вот такие щели в палец четыре доски после каждой вот такие вот щели и все гвозди торчат он лапы рвет из главного то не в этом главное что тебя увидишь что ты такой сказали бы наконец-то никита с украины приехал ими из им занялись его человеком хотят сделать потому что это опыты по образу так выброшенного абортированного а то не образ божий скажи куда он должен был сегодня ходить я пришел куда куда на землю на землю на землю это пол пол здесь у нас железные плиты с корабля я был матросом бог дал мне их по это палуба корабля сегодняшний но там на теперь запах то он весь здесь не в ящике а на полу там-то земляной пол ты знал что направляться будет все таки он не запечатанный и куда отправляться будет на пол и сидишь спокойно на нашей фабричке не забастовочка еще дальше это делать вернуть его кого его ящик а так его или ну что дальше ну как его вернуть ну потянут взять его и вернуть сюда но верни можно пойти вернуть а я пойду верну вернешь как ты сейчас вернешь еще покажи давай давай покажи ну быстренько беги недолго не одевайся газету покажи как верну вернешь ты быстро только вот чудо что-то тряса в себе я его в попы сразу сватают почему по всем параметрам петху подходит как безумный безразличный мимо раненого проходит так принял вот его принес что дальше газетку постелить на стиле стили давай порассказывай что ты будешь вот какие щели ну давай насквозь все вот она гляди палец-то видать это он так сделал ящик такой вот оно все кое-как вот они насквозь и сделал такой что два раза он скребнул лапой ушел гозди торчат кое-как загнули а ты в два в три слоя стили не разворачивай зачем ты широко сделала сейчас зачем за два три слоя да нет три четыре можно сделать да положи тот куда так вот да не надо тебе ну давай дожди давай 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 покажи еще ты будешь делать а зачем эту вытащил ты вытащил зачем объяснить зачем вытащил и вкладку вот везде тупик вытащи газету заложи у нас они картон хоть маленько толще будет это не наигран это ну в натуре и все это проигрывается так дальше еще будешь показывать это кошки земельки дачи а какая разница купленная дальше что так мы складываем быстрее на что натаскивать не надо тут побыстрее уже так если торчать много будет он его сразу рвет земля будет мимо так все застелил дальше что землю засыпать засыпь а может можешь засыпать пожалуй да пожалуй да лопата нет лопата где да лопата вот здесь вот сломана лежит как заходишь пока на скамейки совок и найди где вот называется шуфель или я не знаю как совок а совок назвали советский совок немного притом это сухой обожди никита верни сюда ты где будешь брать землю сухую все пропитаны вот подойди сюда посмотри где ну здесь где еще ну где здесь когда все сыро так все сыро но еще заходить нельзя ну иди почему нельзя маленьким слоем возьми и это вот каждый день каждый день начинаем с нуля кое-где вот утром звонить ну это с электроникой связано тут он на высоте вчера решил прогнать его по некоторым моментам истории отвечает почти все ну сказать вот в деревне у нас я возьму староста батюшка могли бы ответить на эти вопросы нет они бы не ответили я просто задаю так на скидку вопрос его о войне о мире но дальше у него не идет вот теперь поставил надо закрыть чтобы она выпарилась высушили и разве не видел что он туда поставил даже при всех сказал ему поставить духовку никто не заметил куда он сыну нет еще не так получается что-то выхода никакого нет вот такой он есть мы с этим начинаем работать я чуть позже заметил что там стоит попал уже запах идет ему разница поставила он надеялся что я забуду забуду и все это сошло это еще 26 лет везде что делал не так и думал а может забудут мне простят а дальше я так и буду подвижка к бочеловечению у него отсутствует ни о какой вере тут и говорить не надо это обман здесь все с нуля и попыток как бешеный теперь месяца вокруг что никиту там угнетают отдайте он его монастырь справит он там будет потому что игнатий тут раздражается то есть он заботится обо мне святая вода утром промою глаза попью каждый раз проехали от дальнего востока повторяю от владивостока от находки до листабона скандинавия прибалтика пили только сырую воду сырую и ни один не заразился а сейчас виктор съездил только в город уже заболел в город съездил сережина мама гриппом болел ну и какое отношение ее грибка ко мне имеет а от него да откуда от него то от нее могло быть он же проруби купался здесь зимой стоит в проруби а рядом шапка смеются открой давай встречайте никиту идет с подносом с подносом для того который у тебя хочет на монастырь запихать можно ставить давай поближе к стенке вот так ты на движ куда поставил то на чашку убери ее прям на чашку поставил то ему разницы нет но подвинь к стенке теперь плотнее чтоб кот туда не мог ходить плотную к стенке все вылазь так следующий раз а это будет через два дня примерно надо снова менять вытряхивать это в какое-то место куда вытряхнул от него куда возле березы там ну за березу там где-то чтоб еще нигде не было под ногами его не было где-то он-то сам этого не может сделать мы его лишили прогулки потому что он убегает человек приручил животное он за него отвечает вот эти вот наполнить надо 3 почему утром и вещам по баночке съедает вот она какая баночка съедает шарик и одна баночка у меня на день для кошек у меня 4 кошки 4 каждую надо погладить каждой поговорить две голубятни вчера сыра не сыра я полез кверху одним насыпал дальше другим надо селекцию провести где-то у тебя заботы не о чем тебе необходима вот эта загрузка начнешь с кошки а людях и говорить не надо ты их не видишь и не знаешь есть еще двуногие создания которые были когда-то по образу божию одним из них был ты и о них надо заботиться так чтобы довести до старствия божия слышал это ну да ну да слава богу ты как считаешь у тебя то что ты сейчас я взял только на сегодняшнее утро по моему 26 сентября завтра у меня день обращения когда я библию получил в руки 54 года будет назад и престольный праздник барнауля я услышал впервые евангельскую весть и вот такой экземпляр как ты у меня впервые чтоб совершенно намертво не поддается ну то чтобы вливать него но гляжу помалейку начинает размачаливаться у тебя уже получается неплохо когда ты землю толкешь неплохо получается где-то ты можешь сечкой долбить правда когда взял киркут я не получается ты сказал детская игра или что-то там было это вот а володя взял в руки разделся как начал молотить только камни полетели еще такой слой снял а потом они же никак а я могу двумя ударами два слоя снимать чем каким ударами сечкой 1 2 3 а у 2 да ты за два раза только вот такую лапшу нарубил тебе не два 22 раза надо ударять когда мы там были потом ты не знал что делать и сечка не пробивает володя почему взялся не сечки где-то пор приварена это потому что очень очень утоптано тут двух направлений шоу-бульдозер и он много и удавил это ты прибавляешь этого не было так у тебя желание есть уехать куда тебя зовут семинарию нету остаешься здесь так она пишет а вы никите дайте уголок чтобы он был самостоятельный покажи какой уголок могу дать тебе чтобы ты был самостоятельный сам себе варил совершенно работал не работал ну все остальное совершенно самостоятельно где этот уголок для этой женщины ответь куда тебя в духовку за посажу с кишками с проквашенными где этот уголок на земле но у нас сначала вот здесь где уголок я могу тебе дать и выделить сказать ты самостоятельно я тебя снабжать то не обязан потому что паразит зачем нужен ты тут работаешь ты оказался хороший что-то забыли мы или не успели или изменилась обстановка сбегать за топором что-то принести но если на виду лежит иначе не найдешь и ты бегаешь толкушку не принесли а я думал не нужно еще раз бегал дальше а где как не так а вообще-то головой закрутил тогда ну немного не так все-таки но расскажи как ну одна толкушка осталась там на плотине другая чем она осталась там потому что не взяли сразу и так тебе поручено почему ты не взял взял в два раза до захода взял ниже две руки два ну хорошо но пришел ты дальше нету а вторая то толкушка там лежит там ты ее не наполовину не донес и там и бросил теперь толочка ее нету так в первую очередь лопаты нужны были потом толкушка я тебе решать не надо но ты узнал что лопату давай по твоему в первую очередь но дальше там на мои без лопат это бросаем надо толочь ты знал это почему не сразу не сказал что их нету я пошел искать тут на этом пруду на костровом нигде нету а где толкушка она лежит заметь ответы какие но я знаю что она не летает это не не спутник она лежит что это за ответ где лежит а вот где вы лопату поставили то есть я довел говорю бульдозер через крапиву прошел по нему идите дальше я схватил чем мог велосипед и пошел я-то дальше думай ты возьмешь и принесешь почему ты сразу не сказал ни одной толкушки то не было ни одной смотри буря лежит на пруду а это там где ты ее бросил я говорю так или нет ну так это вчера было что ты думаешь то хорошо так все потому что ответственности никакой нету вас таких ощущений сотню один побьет один даже не из автомата кулаком куда вы угодно кого защищать на майдане рот развивать а за вас американцы стрелять будут снайперы там вы сами-то на что способны ты вот когда в украине был ты видел что-то не то с тобой не приспособлены к жизни ты меня че и позвонил вам ради этого полна я понял а рядом у тебя были такие товарищи как ты или все на этом кончилось всякие были товарищ но подобно тебе чтобы вот такую делал чтобы квасить поставить вот как кошка за сегодняшний день не уметь ничего делать не копать не прибивать не ничего не умеет совершенно не готовить и безразлично сказали тут лежат доски хорошие новые доски сказали тут надо ямку выкопать и ты доски завалил я их нету где доски под опилками то есть разницы никакой не так там доски а что ты с него возьмешь вопрос в том стоит где тебе дать в уголок если выполнить пожелание этой женщины чтобы ты был полностью самостоятельно я же тебе выделил самостоятельно сказал хочешь отделяйся а куда зачем кудахтать ты бери лопату и начинай строить дом себе фундамент заливает цемент и все как он лёшка делает видел экскаватор нанял откуда-то привезли машину ему бетона 25000 нет у тебя ничего какой уголок он уголок строит двое ребятишек улыбчивая красивая жена и он у меня занимается определением когда откуда чего привести созванивается так сказать как менеджер какой уголок тебе дать если бы готовил женщину ты расслышал покажи я просто постараюсь выполнить и желаешь ли этот уголок совершенно самостоятельно сейчас оденешься и все начинать сначала да нет не желаю что ответить этой женщине пусть напишет мне сама в интернете я отвечу и а она тебе не напишет она не знает как выйти а я не отвечать только вот через ролик ну вот она тролли посмотрит вы скажи ты ей скажи сейчас допустим я звать или совета что ты ей скажешь насчет уголка не нужен не уголок мы все слышали монастырь тебе нужен не нужен в семинаре нужно ничего не надо мне не разочаровался что приехал потеряю к укладкина игнатью тихоновичу 39 года рождения 10 июня нет весь ответ прошу принять мою руку дружбы и помощи сегодня мы начинаем заново за тете работать я это за гвоздями батюшка дал там целых и гнутых он гнутых много имеет и ты здесь каждый день вечером придешь и на пеньке а другой будет слушать договорились я дома выправлял их вечерами длинными никто не придет вплоть до женщин всех у меня здесь ребятишки сидели я молотков 10 было и они управляли гвозди кино не маленькие а который побольше больше тут был один отец андрей слесосибирска прислал как как-то фамилию забыл наич и гуревич или как-то и у него сынишка был арсений ребятишки подошли арсений гвозди ест ничего себе факир я подошел арсений говорят ты гвозди киела гвозди ки которые подошву поднимает из сапожей мастерской но они нужны везде что-то материю прибить он улыбнулся и защите достает как этот хомяк за щеку это он убрал и разговаривает и языком как-то прижал гвозди что ты делаешь ну ка щас же все выплюни выплюнул у него была сестра сейчас могу ошибиться настя вроде бы и один раз у у меня за все провинности наказание но у нее была провинность я не мог ее наказать и у этот братишка арсений кусочек хлеба вынес и бросил в туалете испугался он был наказан весь день без хлеба а она взяла кусочек вынесла тайна чтобы покормить его но все сразу обнаружилось тут ничего не скрыто было мне его надо наказать за нарушение что хлеб со стола утащила а во вторых это акт милосердия я раздвоился впервые я не знаю что с ней сделать наказать и поощрить я решил оставить как бы не было зимой она пишет игнатий тихонович накажите меня там я истомилась там уже без наказания то ну когда это лето то будет что приехать чтобы меня наказали сняли с меня вот ответственность какая слову сказать у этого священника 9 ребятишек у был он где-то там монастыря не знаю там павел или кто у них там был на ум в загорске и он говорит у тебя будет 13 детей 13 у тебя даже хоть одна собака приносила 13 12 12 было 13 нет поросенок приносит а это настоящая мать героиня подлинная но их надо воспитать и он уехал сейчас в москве очень хороший священник ревностный и когда мы делали пол где крестить там лягушатники он нырял и велосипеда ремонтировал и начать он рук не опускает самый большой вроде в сибири там храм построен вот так мы сейчас садимся за стол давайте помолимся ведь и котик у нас на месте теперь сухонько все ты пришел руки помыл не помыл иди помой и гнать тихо опаснее а как у меня разрешают посоветуйте вот за дерзость какое лучше всего наказание себе вот придумаешь это какой ранжир дерзости против старшего против родителей это вещи разные дерзость ну допустим я сказал да пошел ты это одно другое дело я сказал отцу другое дело я сказал это патриарху президенту и последнее это бог тут понимаете целая 100 лестница где-то дерзость противно и богу и людям всегда дерзкий человек получает слишком много по зубам а ласковый теленок двух маток сосет по ласковый вот мне сейчас пишет там в интернете какое расположение митрополита серьги к вам какой ваша взаимно а будь он не не митрополитом вы бы еще ближе были друг другу еще больше раскрылись понимаете как люди рассуждают и люди ну не нашего полета которые преподаются именно в академии которая в университетах вот поэтому надо все надо смотреть так вредно вредно значит этого не должно быть дерзновение и дерзость они близкие где-то и суждение и осуждение это близкие осуждение это значит приговор ему не покаяться приговор осудили огонь червь не умирает огонь не угасает а рассуждение естественно иуда предатель я вас сужу или нет нет я просто говорю это исторический факт а если это при жизни и при жизни это рассуждение некоторые как огня бояться не судите это попы в них долбили священники говорят не судите только одно не трожьте нас я переведу а остальное он пожирает всех лютый волк лютый волк библия один раз относится только к священству златоус один из самых смелых людей никого говорит не боюсь так только епископов епископ фаретри в горах с монахами засаду делали когда его в ссылку сослали чтобы он не дошел до ссылки убить сломами с кирками это монахи их никто не отлучил это наше православие а где это известно в письме к олимпиаде третий том полного собрания творения я на златоуста не сочинение сочинение у ленина у него творение вот как было так что гнались за лютером насколько достоверно не знаю нас который товарищ там был давай помолимся не давать сначала до берега в кусты и там помолимся там сначала убежать надо апостола павла кто гнали в первую очередь это патриоты парисеи 40 человек все они стоят и клянемся там именем иеговы не пить и не есть пока не убьем интересно как они рассредоточились по городу как ждали пить есть охота никого нет кого друг друга резать ну это на что им надо от клятвы разрешиться первосвященнику не могли поймать ратозеи он наполнит проповеди весь мир за распятым назареем все идут убить его кто первосвященники что вам доказывать он богохульствует вот сегодня все мусульмане также грудь рвут он не бог он не умирал за грехи людей за грехи никто не может умереть по неверия сатана помрачил мозги людям он умер за грехи наши по писанию он умер неправильно ошибка была какая ошибка а ваши жертву барана о чем говорят что вы хотите заместительную жертву но животное не понимает этого а другой взять не может он грешник един безгрешный един святый един господь иисус христос доказывать ничего не надо это внутренняя отклик на небесный отзыв нет веры ты погиб а я добрый на доброта твоя это смех до сатурна добрый и пьяница лежащие кто доброте на крыше одинаковое расстояние вот наша доброта я всю жизнь карабкаюсь стараясь не гневаться стараясь милостью не подать а издать только люби ближе как само себе это картошка такая вот она рука что видно было размер и вот пять картошек надо взять это лук чесночок у нас это рыбка посмотрели даже попутно я терять буду морковку на первом месте редька приглашаю лютых священников к нам сюда на три месяца из вас вот это дурь дурнина то полезет вы же ничего не умеете делать-то мокнуть с нами не будете на морозе не будете а вчера надежда васильна жена моя пришла там разные фуражки все понанесла там свитеры ваши жены пускай ходят ищет работников а год пройдет два вы будете другие или вас не будет а наше что мы делаем оно навсегда остается а что это дорога дорогой делать дорога по которой первый митрополит проехал а то чего то стоит ну пусть покажет чтобы строили дорогу по которой впервые проехал митрополит при том не зная этого это не для него делалось а вообще дорога там непроездная часть была а если пруды наши удадутся вообще вопрос будет шикарный и скотина напоенная рыба будет а сегодня они меня грызут но видите по роликам чем мы занимаемся так благословен господь прости господи помилуй и освети эти дары да посылаемой твоей щедрой десницей словом истинные молитвы научилась видеть нуждающихся в нашей помощи и буйствующих смещениях и всех злодеющих против нас прости пролей на них милость дай им радость спасения чтобы они увидели как жить хорошо в любви твоей эту дьявольскую злобу угаси в них иначе она возгорится вечным огнем в гиене огненной да будут слова мои перед тобою как жертва вечерняя как благоухание приятное господи соедини нашу молитву с молитвами всех святых молящихся на небе и на земле услышь и исполни молитвы всех молящихся о нас во благо нам и прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них спаси их и помилуй аллилуйя 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 аминь во славу божию вот теперь речка занялся аминь во славу божия